привет когда вы обычно прибираете своих личных вещах вы замечали такую вещь что после вашей уборки и такого хорошего красивого порядка очень скоро и быстро все ваши вещи приходят совершенный беспорядок и уже ничего не поймешь где чего лежит лично я замечал такую вещь особенно когда нужно что-то очень быстро найти все вещи вот так вот кувырком кувырком перемешиваются перемешиваться от вашего порядка не осталось и малейшего следа и когда это заметил я задал себе вопрос как сделать так чтобы порядок моих личных вещах был устойчивым физики есть такое понятие устойчивое равновесие и неустойчивое вот я объясню это на примере если взять некое кольцо его обруч у него есть две точки самая верхняя вверху если туда положить какой-то шарик но если я его сюда положу в принципе он может находиться в равновесии никуда не денется небольшое маленькое движение и он скатился упал это неустойчивое равновесие но также есть одна точка которая называется устойчивое равновесие если я положу туда маленький шарик даже при моих попытках его столкнуть туда или сюда он все равно вернется назад это устойчивое равновесие как бы я хотел что моих личных вещах тоже было устойчивое равновесие или хотя бы что-то очень приближенное к этому и как-то я читал одну книгу называется экстремальный тайм-менеджмент ее написал алексей толкачев и николай мрачковский в принципе на том как упорядочить свою жизнь и для планирования там предлагалось для построения цели разделить свою жизнь на 8 сфер всего лишь 8 сфер все что происходит со мной я отношу к той к одной из воде из этих 8 сфер и потом я посмотрел на свой порядок и подумала а может быть эти 8 сфер могут быть вполне применимы моим личным вещам я помолился во мне появилась уверенность что я могу сделать уборку и порядок по-новому что я сделал это произошло примерно три месяца назад я разложил все свои вещи на 8 разделов получилось 8 полок я соорудил даже целый шкаф из нескольких таких двойных тумбочек поставил дух на друга скрепил досками чтобы они никуда не ездили и на каждой у меня лежали вещи я делал это буквально там чуть ли не до пяти утра я все-таки это сделал разложил у меня появился новый порядок вот те 8 сфер о которых идет речь первая сфера это здоровье и спорт это все что связано с вашим здоровьем и спортом друзья и окружение ваши друзья знакомы все что с этим связан семья если у вас уже есть семья есть вторая половина или быть может правильно назвать отношения если вы еще работаете над этим вопросом стройте ваши отношения с второй половиной потом карьера и бизнес все что с этим связано отдельно раздел финансы духовность и творчество это ваша духовная сфера вещи с этим связаны ваши какие-то хобби и творчество потом личностный рост то что помогает организовать вашу жизнь то что помогает вам вырасти как личность упорядочить вашу жизнь да и яркость жизни то что придает вам какой-то энергии то чего вы сильно получаете удовольствие например кому для кого-то это прокатиться на мотоцикле большая вот такая радость и узнаете драйв кого-то прыжки с парашюта ну у всех разные вещи в общем я разложил все свои вещи на 8 разделов мне было несколько непривычно например у меня диски раньше лежали всегда с дисками мне пришлось теперь диски тоже делить на несколько отделов то что например связано с духовностью я ложу в один отдел то что связано например со спортом я ложу в другой отдел мне было немножко это сложно но как-то и помолившись господь дал уверенность что так стоит сделать и вы знаете этот порядок оказался действительно очень устойчивым первый тест который был это когда мне нужно было очень срочно что-то найти когда я искал и нужно первым первая мысль выбрать всего лишь один из 8 8 сфер жизни которая которая это вещь может находиться я направлялся туда смотрел недостаточно быстро находил это был большой плюс второй случай тест когда мне нужно что-то было срочно убрать потому что я видел что она лежала где-то на столе не на месте я тоже быстро определял этот один из 8 сфер вложил вечно нужную полку знаете прошло уже почти три месяца и я могу сказать что вещи мои находятся на нужных местах у меня порядок быть может не все но то что мне удается организовать в этот шкаф но находится на нужном месте может быть внутри раздела там какой-то кажущийся беспорядок я собственно внутри раздела не сильно пытался там что-то упорядочить я понимал что вечно вместе когда мне нужно будет что-то найти я знаю где мне это искать вот вот собственно и все быть может быть этот совет тоже вам окажется полезен интересен может быть вы как-то что-то измените адаптируете под себя почитать про эти сферы можно будет например в книге если в поиске вы наберете экстремальный тайм-менеджмент автор алексей толкачев и николай мрачковский в нескольких первых бесплатных главах можно увидеть и почитать подробнее может быть вы сделаете какое-то свое отделение которое будет удобнее именно вам в общем смотрите сами но я лично у себя проверю действительно мой порядок теперь устойчивый спасибо с вами был Игорь Кастаусов